Я приветствую вас, с вами вновь Александр. Сегодня я хочу провести небольшой сравнительный обзор двух очень популярных колясок среди тех родителей, которые любят путешествовать с детьми и брать с собой только самые легкие коляски. Это модель Baby Zen Yo-Yo. Наверняка вы о ней слышали. И достаточно интересная новинка. Spera бренд. Модель называется Summer Luxe. Кому интересно, подробные обзоры у меня уже на канале есть на каждую из этих колясок. Поэтому можете их посмотреть. А сейчас перейдем к сравнительному обзору. Вот, собственно, перед вами эти две коляски. И сразу хочу подчеркнуть самые основные их технические характеристики. Baby Zen Yo-Yo. Она в прогулочном варианте идет с шести месяцев, начиная. Spera Summer Luxe идет с трех месяцев. Но у Baby Zen Yo-Yo есть возможность докупить отдельный спальный блок и превратить ее в колясочку два в одном. Spera Luxe, к сожалению, такой возможности нет. Это основные такие важные отличия, которые нужно знать. Ну, собственно, будем детально сравнивать теперь эти коляски. Что хочется отметить. Ручки у колясок, они практически абсолютно одинаковые. Вот, оббиты они одинаковым прорезиненным материалом. Практически на одинаковой высоте находятся. И обе не регулируются ни под каким углом. Козырьки. Козырьки в колясках тоже очень сильно похожи. Размером имеется в виду. Ткань единственная у Spera намного проще. Она простая ткань, она промокнет сразу же. У Baby Zen Yo-Yo ткань очень плотная. И в дождь она достаточно хорошо защитит ребенка. И, кстати, в Baby Zen Yo-Yo в козыречке есть смотровое окошечко с пленочкой, пленочкой, чтобы вы могли смотреть за своим ребенком в Spera. Нет такой возможности. Регулируются козырьки, как и везде, одинаково. Очень простым движением. Вот так это происходит. И, кстати, у Baby Zen Yo-Yo в козырьке есть дополнительный вот такой отсек для бокового ветра. Для защиты от бокового ветра. Так, что еще? Что касается непосредственно самого ложа. Spera здесь немножечко, на мой взгляд, выигрывает тем, что у нее сидушечка немножечко шире, чем у Baby Zen Yo-Yo. Здесь, если мерить линейкой, будет, в принципе, очень похоже расстояние. Но здесь у Yo-Yo есть небольшой скос, который, на мой взгляд, немножечко уменьшает пространство. Но это лично мое мнение. Тут, как бы, может быть, кому-то так и не покажется. Что касается безопасности. Здесь все одинаково. Пятиточные ремни, мягкие накладки на ремень, мягкая накладка на ремешочек в паховой зоне ребенка присутствует. Единственное, в Summer Luxe есть бампер. В Baby Zen Yo-Yo бампера нет. Кому это будет тоже важно, имейте в виду. Также в Baby Zen Yo-Yo нет дополнительной никакой подножечки, удлиняющей ложи. В Summer Luxe есть такая возможность. Вот, можно ее убрать. Нужно положить ребенка. Поднимаем и ложим ровно. Но подножки обычные. У них, у обеих колясках есть. Они пластиковые и абсолютно идентичные. Тоже легко все почистить, убрать. Все это очень грамотно сделано в обеих колясках. Так, сейчас я положу в горизонтальное положение и сравним угол. Здесь. И здесь. Вот, как вы видите, это невооруженным взглядом видно, что у Baby Zen Yo-Yo угол все-таки немножечко другой. В Summer Luxe практически горизонтальное положение, поэтому ее можно эксплуатировать с трех месяцев. А в Baby Zen Yo-Yo только с шести месяцев. Так, и что касается рамы, шасси, колес. Здесь, в принципе, практически все одинаково. Это видно даже невооруженным взглядом. Тут сравнивать особо нечего. Они очень сильно похожи. Вот. Основное отличие в рамах – это багажные отсеки. Они выполнены по-разному. В Baby Zen Yo-Yo очень удобный доступ в багажные отсеки. Он такой достаточно большой. Здесь, если положим в горизонтальное положение, трудно добраться. Но если ребенок сидит, доступ достаточно легкий и багажник тоже достаточно большой. Система тормоза в колясках – она одинаковая. Надавили. Все, заблокировались. Колеса стоим. Отжали. Все, едем, собственно, дальше. А, и, кстати, по поводу задних стеночек. У Baby Zen Yo-Yo вот здесь нет никаких кармашек. В отличие от Summer Luxe. Здесь есть достаточно большой кармашек, который можно использовать за место небольшой сумочки для коляски. На самом деле, на мой взгляд, очень даже удобно. Вот. И что еще? По поводу колес. Они, что здесь, что здесь, поворотные. Сами вы не можете их заблокировать. Сама конструкция рамы здесь выполнена одинаково. Спереди пошире колеса, что у Baby Zen, что у Summer Luxe. Сзади поуже колеса. Сами колеса здесь и здесь они резиновые. Поэтому здесь у них равенство, так скажем, полноценное. И по поводу складывания. Вот здесь у них все-таки уже пойдут отличия. Сейчас покажу, как складывается какая из этих колясок. Наглядно. Точно так же, как и в Baby Zen Yo-Yo. Здесь кнопочки. Нажимаем. Сейчас положим ее. Точнее, глядь посадим. Все. Вот так это выглядит у Baby Zen Yo-Yo. Берем здесь. Нажимаем кнопочку. Секунду. Кнопочку снизу. Все, сложили. Есть такой ремешочек, который дает возможность нам носить ее на плече. И так же здесь в комплектацию сходит сумка, в которую можно положить эту коляску и транспортировать. Чтобы разложить, ничего сложного здесь нет. Все. Едем дальше. Так, что касается Эспера. Здесь у нас конструкция складывается немножечко другая. Нет снизу красной кнопки. Здесь на раме два рычажка. Поднимаем их. И опускаем колясочку вот в такое состояние. И защелкиваем страховочным крепежом. Все. Вот так вот выглядит колясочка для переноски. Также есть ремешок, которым вы можете воспользоваться при переноске. Ну, на мой взгляд, вот эта конструкция все-таки получается побольше, чем Baby Zen Yo-Yo. Ну, учитывать нужно тот факт, что она в два раза дешевле все-таки. Так. Все, ставим. Пользуемся, собственно, дальше. Так, ну, собственно, это все основные отличия этих колясок. Поэтому давайте подведем небольшие итоги. Резюмируем, так сказать. Мое мнение по поводу двух этих колясок. Что Baby Zen Yo-Yo, что Summer Lux очень хорошо подойдет для того, чтобы взять ее с собой в отпуск. Но плюсом Baby Zen Yo-Yo является то, что вы можете брать ее на самолет как ручную кладь. Вы больше никакую, в принципе, вообще коляску в самолет внутрь не занесете. Это очень удобно, потому что, когда вы выйдете из самолета, вам нужно все время держать ребенка на руках, пока вам не вывезут коляски. А это иногда занимает много времени, а таскать ребенка очень тяжело. На мой взгляд, это огромный плюс для Baby Zen Yo-Yo. Также у Baby Zen Yo-Yo намного больше мне нравится ткань, из чего она сделана. Ткань самого козырька плотная, непродуваемая, непромокаемая. В отличие от Summer Lux, здесь ткань подешевле, попроще и промокнет она моментально в дождь. Вот. И также, если у вас все-таки новорожденный ребенок, и вы хотите куда-то поехать, то есть здесь возможность докупить этот самый спальный блок и пользоваться ей как два в одном. Вот. И что касается Summer Lux. Здесь практически все то же самое, но опять же, с собой самолет не взять, два в одном не сделать. Но у нее огромный плюс. Она в два раза дешевле, чем Baby Zen Yo-Yo. И чем они экономили эту разницу в цене? На мой взгляд, первое, что пошло под экономию, это ткань. Ткань здесь синтетическая, не очень приятна, тактильна. Вот. Она такая же практически и на вот этом матрасике. Вот. Вот. В целом, сделано, что Baby Zen Yo-Yo, что Espera колясочка одинаково хорошо, в принципе, качественно. Вот. Ну, в принципе, даже не знаю, какую бы из них я выбрал, но если целик сэкономить, можно взять и эту коляску. Если в деньгах вопроса нет, берете Baby Zen. И тот и тот вариант вас порадует. Поэтому выбор, как всегда, остается за вами. Это все, что я хотел рассказать. И хочу поблагодарить магазин Первая коляска, который предоставил эти коляски для нашего сегодняшнего сравнительного обзора. Ну, а вы, собственно, подписывайтесь на мой канал, ждите новых обзоров. И всего доброго, удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok